как мы прямом эфире без тв меня зовут кибер белка давайте позовем нашу гостью так гостья моно а сегодня мы хотели поговорить про гендерные стереотипы стереотипы войти бы до будет девочки айтишницы представительницы сильных и успешных я уверена что ты именно такая конечно знаешь всегда можно найти успешнее успешный успеху всегда можно найти сильнее но я считаю что тут не стоит сравнивать а просто вот ты такая какая ты есть и и ты нам интересно поэтому расскажи немножко как ты попала это на самом деле очень долгая история потому что безопасность на не то чтобы случайно попала но в общем-то это был запасной аэродром вообще изначально я хотела быть военным летчиком и как бы да не менее женская профессия но black мне сказал что нет что как бы здоровье у меня не космическое поэтому летать можно поступать нельзя это очень смешная история ну вот я поразмыслила пораскинула собственно мозгами поняла что ну как бы вот у меня там компьютер 7 лет то есть мне там 7 лет принесли списаны 286 я над ним ставила всякие бесчеловечные не очень эксперименты ну и как-то там свое время потом значит он у меня обновился на первый пентиум он у меня кстати до сих пор стоит в моей некростойки а потом в какой-то определенный момент торжественно все слетело все 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 ужасно пиратский диск завирусованный вот для меня это была очень большая трагедия чинили моего что-то месяц с лишним там папины знакомые компьютерщики на тот момент но как бы да уже немножко было интересно но и собственно на тот момент я решила что а почему бы нет вот буду заниматься безопасности в какой-то части но в целом да потому что папа у меня технарь технарь мне пророчили собственно гуманитарный профиль там языковая школа вот это вот все но в итоге я пошла по ступам папы вот и тоже стала технаренком с привитой любовью собственно он же мне подкидывал там всякие книжечки начинает прости господи фигурно и заканчивая уже там всякими командная строка для пользователей вот это вот все поэтому у меня как бы знакомство вообще с компьютерами оно началось с командной строки доса наверное поэтому я сейчас линуксоид со стажем и это определило мою дальнейшее так сказать определялась с направлением ты вообще диплом и бэшницы нет да у меня диплом комплексная защита объектов информатизации на тот момент эта специальность только-только начала появляться именно как гзой ну соответственно это к почему бы и нет вот то есть размышляла между осу и собственно гзой и решила что ну вот информационная безопасность прикольно ну как бы это вроде вас требована вроде с компьютерами но в то же время и вот не только вспоминая себя я тоже там какой-то части в какой-то части я юрист в сфере защиты информации да то есть не буду я юрист по защите информации я училась миши у нас было очень много мальчиков и было очень мало девочек и в двухтысячных годах наверное все таки технарей ну и вообще мальчишек было больше да и когда мы соответственно учились существовало определенное мне казалось тогда просто непонятно было куда мы пойдем кем станем потому что по специальности я бы не сказала что у нас все пошли в сумму безопасность девочки дали или еще туда я думаю вот в твоей части как вот гендерные трудности какие-то возникали потому что все-таки железки там айти какие-то программы это больше вроде как бы мужская история тогда сейчас хочу сказать намного проще я чувствую что намного проще но мне кажется не хотят нет вот расскажи какими гендерными какими предрассудками ты встречалась в своей жизни как бы это реальность во все поля и у меня до сих пор нет ни месяца когда я не рассказываю потому что вообще женщины и войти в безопасности бывают хотя казалось вроде как я выступаю на большом количестве мероприятий да вообще несу как-то добро в массы да там ну так или иначе но нет вот буквально месяц назад у нас было кулуарное мероприятие по и бешечка на которой генеральный директор одной из компаний сказал о том что если у девочки ну нет профильного образования то единственное чем она может заслужить собственно должность безопасника это сиськами пятница пятница без сисек деньги на ветер а я скажу такую историю перебить себя мне кажется мужчины про многие должности так говорят в разных сферах вот я встречалась тоже вы именно вот с такой фразой так что ты не только информационной безопасности это совершенно точно не только в информационной безопасности и в то как бы в топ-менеджменте без разницы как бы войти еще веселее да айти я вообще трепетно люблю первое я начала работать со второго курса но собственно так получилось я изначально думала программированием заниматься но меня затянуло в не кейс то сначала собственного обслуживания компов и дальше я свернула не туда и пошла значит заниматься собственно этой самой администрированием сначала таким слабеньким слабеньким типа сети вторая линия поддержки а потом как-то уже глубже 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 погружаться специализации у меня соответственно в основном это инфраструктура и юник свое во всех их ипостасях вот первое значит наверное первые лет 5 вообще в индустрии то изначально ну пока я не закончила университет я работала в области системного администрирования собственно бывших админов не бывает я все еще туда погружаюсь до сих пор я все еще умею работать руками все еще это делаю ну и дело там соответственно не было ну да первые пять лет это была девочка админа позови вот но в ходе того что я одевалась как мальчик в мужские вещи ну тупо для того чтобы от меня отстали вот ну и как бы количество комфортно нет в этой истории в принципе такой человек что тебе в принципе вот так было комфортно но к сожалению нет то есть как бы админская стезя дала очень сильную закалку моральную вот от таких вот историй потому что ну к сожалению до сих пор несмотря на то что количество женщин войти и около идти растет и в безопасности до сих пор вот это вот бытует мнение что там женщина не может она там не справляется ты вообще кто на ты вообще откуда что такая умная девочка в итоге это мои коллеги с первого места работы спасибо вот соответственно девочка вообще на входе предъявляется гораздо больше требований гораздо больше требований к знаниям квалификации к эмоциям ко всему остальному вот я очень рада что становится все меньше и меньше и меньше таких вот ну швинистических историй но тем не менее они все еще встречаются ну мужчина как правило говорят что о том что нами правят гормоны а что ими не правят да то есть мы на эмоциях больше а они больше холодным разумом управляют какими-то процессами людьми и так далее хотя на мой взгляд есть плюсы и минусы и в том и в другом и нельзя это сравнивать совершенно вот я обычно на такие аргументы отвечаю что ребята вы когда-нибудь сталкивались с ревнивой женщиной с ее мастерским расследованием того кто кому что лайки какие поставил кто на кого как посмотрел и т.д. как бы мужикам такое в голову не придет почему не придет кстати я думаю что есть такие как мы кому прилист сталкивалась те кто смотрел отслеживаю лайки кому я ставлю не меня приходит приходит надо проявлять еще вот к мелким деталям очень много там начиная от цвета помады и волосенка вот поэтому поэтому я считаю что равным женщинам собственно в расследовании инцидентов вообще нет в криминалистике тоже и особенно вот во всяком мониторинге поведения сотрудников и вот это вот здесь слушатели и зрители кто там какое-то мнение свое на этот счет имеет вы высказываетесь в чатике интересные ответы зачитаем а может вопросы в конце какие-то будут тоже поговорим слушай а тебе было себя проще где-то реализовать и найти войти или вы бы потому что ты в принципе так понимаю из эйбэй плавно перетекла как-то войти и вот как наоборот я из айтекла бы бы и обратно войти а сейчас у меня нет специализации собственно последняя должность которая у меня была в трудовой не относящийся к моему собственному бизнесу она называлась директор департамента информационных технологий информационной безопасности то есть дробь и туда да 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 и у меня эта история она всегда со мной то есть даже сейчас там в своем собственном бизнесе я все равно приглядываю за админами да приглядываю как вот как скажем так ментор по безопасности потому что я считаю что для моих размеров держать отдельный отдел безопасности смысла нет а вот учить там своих технических специалистов намного проще когда у людей есть бэкграунд в области непосредственно без разницы юриспруденция тестирование качества тестирование там разработка программного обеспечения им намного проще дать вот эту вот узкую специализацию в области безопасности объяснить что как это с точки зрения администрирования чем учить человека который ну закончил например безопасность вот и ну ни разу ничего не делал с системами человек который не обслуживает и не сталкивался с боевыми задачами не представляет где он может накосячить поэтому с моей точки зрения собственно смежные специализации это всегда хорошо вот в комментарии от белой берегине есть женщины руководители более аналитичны и кстати у меня лично сейчас админ женщина причем в возрасте она очень скрупулезно и я ее предпочла 25-летнему мальчику ну вот я думаю что в этом что то есть но опять таки на мой взгляд это личное предпочтение и и ощущение наверное все таки выбор до более опытные там женщины или 25-летнего мальчика потому что я думаю что тут еще есть момент обраточки потому что все-таки профессиональные качества от футбола на самом деле не очень сильно зависит мы же не различными половыми признаками делаем свою работу поэтому поэтому собственно опираемся на то что человек сделал что как как человек собственно какие проекты он делал как он себя ведет в каких-то ну сложных ситуациях до стрессовых кстати и вот отношение к работе процессу предприятия вот как комментирует еще но опять-таки тут отношения же может быть разных людей разных полов да ну опять таки есть мальчик какой-нибудь отличник он один будет дать девочка с комплексом отличница другая будет вот для нее одинаковы вот вот так вот если взять на весах ну как бы единственное гендерное отличие которое наверное все таки вот по поводу отношения к работе и по поводу вообще того сколько надо вложить сил да у мальчиков есть опция там совместно сходить в баню девочек такой опции не очень-то сильно есть приходится немножко у девочек более разных эмоциональный интеллект а я национальный интеллект очень очень прям помогает работе мужчинам как правило не всегда простите хватает эмоционального интеллекта потому что наша работа не только знаний не только глубина там именно определенных вещах а это еще и коммуникации на коммуникации это очень большая часть работы все равно вот эмоциональный интеллект он хорош тогда когда человек хочет развиваться вертикально когда он хочет идти в тем лиды в топ-менеджмент правда там очень важно быть гибким очень важно собственно подстраиваться чувствовать собеседника чувствовать настроение все остальное а если человек развивается горизонтально он может стать техническим гуру и при этом ему ну у него может быть до достаточно паршивый характер соглашусь кстати наверное ты права и еще такое есть мнение что сейчас такое время когда лидеров очень много на рынке то есть каждый второй лидер и чувствует себя лидером и и идет в компанию где все лидеры что с этим делать это вот дополнительного вопроса такого не было но вот он родился реально у нас общество лидеров как растет он не растет она вот есть сейчас ты не чувствуешь это по своим сотрудникам нет я не чувствую это потому что у людей очень много заблуждений касательно того что такое быть лидером да ну что лидерство это не только про то что ты ведешь куда-то команду и вот она идет за тобой и же с ним это очень много про взаимоотношения особенно особенно нет вот 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 в том то и разница что между фактическим лидерством фактических лидеров очень мало да а тех кто на себя хочет навесить шильди лидера только на основании записи в трудовой что он был руководителем это не то и стопе соглашусь и вот интересный вопрос сейчас подошли к одному правда ли что декрет и воспитание ребенка для эти шницы и большие цыда среди карьерного хоры хороки да вот есть ли такие примеры среди знакомых но я могу сказать что как бы который мужчина которых будет в декрет и сидят вот мои прекрасные кота дети не сидишь декрете да и не сижу в декрете и не сидела пока но как бы опыт там даже моих одногруппниц до которые работают по специальности они они все успевают блин я не знаю как ну просто я скажу так на мой взгляд тоже раньше считалось что если ты пропал с радаров действительно у тебя могут в чем-то забыть но когда ты в сфере айти б когда ты не даешь о себе забыть про тебя никто не забудет наверное все таки вот если ты продолжаешь развиваться во времена мне просто проще сейчас говорить есть время ночное там почитать что тогда изучить но есть время когда мы что-то пописать то есть принципе наверное часто больше возможностей чем допустим 10 лет назад для людей которые в декрет уходили да потому что сейчас собственно технологии не стоят на месте плюс коронавирус нам подопнул развитие удаленной работы и сейчас даже не обязательно работать на русские компании для того чтобы для того чтобы зарабатывать деньги сейчас практически открыт весь мир и все границы и это конечно вообще в принципе появился ряд профессий которые связаны вообще только с удаленной работой и я считаю что это в том числе влияет на то что женщины не деградирует не прерываются вот на вынуждены вот этот отпуск на изы и в принципе к мужчинам тоже хорошо стали относиться тем кто решает сходить декрет почему нет информационной безопасности на удаленке да нет как ты к этому относишься у меня была удаленка еще когда это не стало мейнстримом когда девять с половиной лет назад открывал свою компанию у нас принципиальная позиция была что все работают удаленно не аги распределенная команда в москве очень мало людей часть из них даже не в россии и собственно за все за все эти годы у нас офис по был по моему полтора года и мы его закрыли перед вот этим коронакризисом вот то что нам сказали что будут закрывать но и мы быстренько отказались поэтому да я считаю что безопасность на удаленке вполне может быть более того я как независимый эксперт принимаю участие в ряде проектов не выходя из дома и переключаясь буквально между в пенами комментарии старость на привет из 15 23 ну во-первых не старость на кибербелка привет привет да слушай ну так эту тему раскрыли раскрыли ну учитывая что у нас не первый эфир до первый эфир который все таки больше 35 минут наверное но не очень интересно смотреть чтобы было динамично и интересно мы будем как бы эфир такой строится таким образом что в конце последний вопрос это будет какие-то пять советов например да надо девушкам который начинает свою карьеру в область информационной безопасности вот вчера буквально позавчера я свой личный эфир проводила с ребятами сириус и девушка одна там сказала что на меня повлиял проект от финцерта свое время и я пошла учиться в питер дизерна за счет информации если не ошибаюсь вот и вот она на мой взгляд сейчас все равно когда девушка идет на такую область работу или обучение ей чуть попроще чем мне там 10 лет назад больше наверное сколько лет назад короче нашему молодому поколению нынешнему которая хочет себя реализовать фильм безопасности можешь пожелать вот или посоветовать мы из своего опыта но если говорить про женскую часть первое что я хочу посоветовать это отращивать зубы сразу и не бояться проявлять себя и как-то не пытаться себя закапывать и говорить о том что оба же у меня лапки я не справлюсь нет как бы кто сомневается тому можно перегрызть глотку вот как раз в комментариях к тому что злая баба привет привет как это вы все коллеги подтягиваются на эфир все прекрасно знают что иногда я бываю весьма жесткой в управлении но предпочитаю лояльность второй момент это все-таки не бояться не стесняться самосовершенствоваться изучать искать себя возможно вообще просто сменить на середине блин своего карьерного пути свою сферу деятельности это тоже нормально если вы понимаете что вот в гробу вы эти бумажки видели ну блин идите администрированию получитесь переквалифицируйтесь в какого-нибудь там технического специалиста технического эксперта и собственно все третий момент о котором я бы хотела сказать это неформальный комьюнити на это неформальные какие-то встречи помимо собственно истории конференции различных которые организовываются в нашей отрасли да есть кучу групп по интересам ничего страшного если вы там будете одной девочкой на весь коллектив это не делает вас хуже или наоборот лучше не вот вы приходите развиваться и помните о том что действительно там то что люди пытаются да там если на вас нападают шовинистические какие-то шовинистическими какие-то выпадами это ничего не говорит о вас это говорит о том кто это говорит не вот ну и самое наверное последнее это вообще пожелание всем перестаньте смотреть на женщин как на существо второго сорта я очень слушаю тебя да вот по поводу последнего высказывания просто меня настораживают такие вещи что вроде по 21 век да и все равно отношения ну в чем-то естественно мы перетянули одеяло на себя и теперь нам говорят мужчины но вы же сами хотели вот этого равенства там еще чего сейчас хотите от нас да тут как бы наверное какой-то баланс должен быть между мужчинами и женщинами и в ощущении себя в профессиональной сфере вот я очень рада что большинство тех людей большинство осторожилов нашей сферы да они подстроились под это да то есть они подстроились под новую реальность и сейчас я все меньше и меньше слушаю именно вот каких-то вот таких мерзот неких вещей от тех людей которые с которыми ну которые уже в курсе да которые там слушали мои выступления которые с которыми я общалась в куварах да они там наоборот там кто-то приводит клиентов кто-то приводит людей со словами проконсультируй их пожалуйста мы знаем что ты эксперт в этой сфере и вот но вот эти вот первичные новые точки контакта меня каждый раз удивляют не все не готовы признать что среди собственно людей в том числе в области топ-менеджмента есть женщины и они ничуть не хуже чем мужчины справлять со своими обязанностями я думаю что перерастем не сразу но как бы лет там не знаю пятнадцать-двадцать еще вопросе пошли вопрос ты видишь можно зачитать монакова можешь называть самыми успешными женщинами войти в мире в россии так ну в россии естественно наталья касперская по моему прекрасный совершенно персонаж до прекрасный пример на который стоит всем равняться до достаточно жесткий руководитель до достаточно жесткая женщина но по сути это первопроходец в области безопасности на если говорить про эти например глава всех системных администраторов все эксплуатации яндекса тоже женщина так ну в мире достаточно много на самом деле от цисов женщин в тесле по моему женщина циса если я не ошибаюсь в айбием тоже в штатовском вот ну в россии у нас еще пока был дженерал электрик пока был джеймани банк прекрасная таня архарова с которой мне довелось поработать знакома вот как бы смотрит да таня она просто бесподобный руководитель и она дала мне очень многое с точки зрения каких-то приоритетов какого-то самоопределения обратной связи всего остального ей очень благодарна и мы с ней все еще продолжаем общаться хотя из джей я ушла в 2013 году и татьяна уже я знаю другую карьеру да татьяна тоже прекрасный кризис менеджер с бэкграундом хорошим сио и проектного офиса изначально она проектный менеджер собственно по банковским проектам так спасибо тебе большое посмотрим так у нас сколько тридцать минут как мы красиво уложились вот как вот хотела на 30 минут до с разными интересными людьми если у вас есть пожелание кого-то услышать увидеть какую-то тему обсудить пишите потому что тоже интересно вот а с вами была кибербелка и эмола